коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель сегодня разберем такую интересную тему о том как торговать новые монеты новые листинги которые появляются время от времени на тех или иных площадках существует скажем так два вида листинга 1 это когда проект совершенно новый и он появляется как правило на большинстве да или на многих площадках одновременно и не имеет истории другая ситуация когда инструмент уже имеет историю и торгуется на какой-то другой площадке значит я буду разбирать на примере того как я работаю на бинанс на бинанс не так много монеток на фьючах и вот когда включили стят как правило это подкидывает да скажем так дрова в топку и появляется волатильность там какие-то такие полу мертвые монетки начинают оживать и перемещаться скажем так существенно более быстро я не сильно вдаюсь в подробностям фундаментальных каких-то основ да и знаний в криптовалюте для меня техника имеет все равно первое очередное значение есть там инструменты да там хайповые сейчас модно говорить там нагоняют людей чтобы все поверили в проект и вот эти вот вливания средств это естественно поднимает волатильность и монетки бывает ниоткуда начинают постреливать просто на новостях о листинге если например монетка торгуется на какой-нибудь небольшой бирже или на нескольких небольших биржах и затем для того чтобы скажем так разогнать цену производится там договоренности до некие операции и монетка появляется на крупных площадках именитых на которых достаточные и большие объемы ликвидности то есть да денег этих самых которые заводят в новые проекты которые появляются на крупных биржах значит первый вариант это листинг практически он одновременно происходит на нескольких площадках это абсолютно новые проекты у них нет история и нет никаких ориентиров слева на что можно посмотреть как мы двигались где мы находимся вообще как такие монетки торговать значит в первую очередь то есть у нас ориентиром будет выступать день листинга даем а минимум максимум это такие значения отправные точки скажем так с которых можно начинать делать тот или иной анализ если нас там после листинга да как правило на листинге большие объемы если после этого нас там начинают укатывать то дорога 1 в будущем возможно на общем там фоне если все будет расти то скорее всего и эта монетка будет расти мы сейчас разберем еще одного старичка много раз уже к нему обращались это вот когда монетка без истории у нас появляется значит другой вид актива до другие монетки это монетки которые на бирже вот я торгую на финанс на финанс появляется тикер альпака монетка свежая просто попадает при очередном очередной точнее подготовки листа до инструментов она попадает на лист по объему когда я все просматриваю сквозной да такой просмотр я вижу что у нее нет истории я проверяю монетку на наличие истории на других площадках на примере того же самого микс а данный которым торгуется довольно много различных таких безымянных монеток если мы на это на все это дело посмотрим и увидим что вспоминаем где у нас сейчас находится bitcoin до истории и в небольшом откате да но в хаят и вот эта монетка у нее тут история с 21 года и вот она лежит на дне если монетка лежит на дне появляется на какой-то крупный бирже скорее всего ну там условно там занесли денежку чтобы вдохнуть скажем так новую жизнь по факту мы имеем сильное восходящее движение да у нас относительно опять таки все силы у нас относительная три дня там роста 6 процентов потом иначе укатывать взглянув на то что было на том же сам микс и можно предположить что данную монетку после вот такого вот очередного всплеска все равно будут укатывать в одно таких ситуации на ней было уже достаточно и очень сильно летали и не очень сильно летали дорога после этого всего одна после выстрела импульса да как это вливание объемов монетку и все равно укатывают да там она потом может расти но самое главное что после всплеска и и начинают укатывать обратно в общем как правило да здесь был у нас такие вот однодневные двухдневные подскоки здесь довольно долго росли но здесь тоже довольно много времени прошло и в конечном итоге к ночи дам этом к вечеру точнее поздним вечером дает такую картинку локальной абсолютной ситуация чистые перебиты у нас изломчик с которым мы сделали привойда то есть это внутренняя . не внутренне на борт внешняя . в снижении мы ее перебиваем после ретеста то есть это наш ближайший перебитый излом место перебития чисто никаких запилов и средства и можно смотреть дальше на продолжение но вместо того чтобы порасти после ретеста ее прижали и оставили стоять личная на торговка была на уровне и вполне себе неплохая ситуация сильно не загадываю до до места откуда полетели дала там четыре с небольшим к одному локальные ситуации аналогично но уже в обратную сторону на домашке попалась она на лонг ситуация следующая да мы падали я здесь единственно чуть левее взял отметку сейчас на часы тебе покажу мы несколько дней стояли вот этот день закрывали под самый хай плюс мы здесь выкупили до полностью вот этот день и я предполагал что она может порасти то есть картинка была такая мы упали откат и провалились дальше ушли под дно и вынырнули и начали подходить к уровню в отличие от вот этой ситуации здесь никой на торговке нет поэтому лангов не случилось ушатали дальше вниз после того как вот она падает она может так падать 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 сколько угодно долго до тех пор пока не будет вот это обратной картинки для того чтобы можно было поработать да вот аналогичным образом в идеале если мы после пролива вернемся и вот так будем стоять это будет неплохо на продолжение до тех пор пока такого не случится никаких покупках здесь не может идти и речи да потому что просто на ожиданиях что она там когда-то была там в пять раз дороже и что с текущих она непременно должна вырасти так рассуждать однобоко ни в коем случае нельзя потому что может это все закончится движением сильно ниже и достаточно примеров на том сам бинансе что после листинга монетку укатывают ее просто потом делись это история неглубокая единственный инструмент который вот так на памяти это инж я думаю что многие его помнят знаю да в какой-то момент это точно также была свежая монетка которая после листинга этом проливали потом был такой неплохой импульс очень сильное снижение и такое было поставленное дно до первое после которого было еще небольшое снижение там вместе со всем рынком и вот когда мы там уже под 2 это дно уходили вот здесь уже дальше движения не было и после этого то есть если мы начинаем смотреть в обратную сторону вот так то после последнего пролива мы корректируемся и встаем в накопление и отсюда там уже можно смотреть какие-то движения налог по факту да здесь такой многократный рост и возможно что вот эти вот свежие монетки в случае начала каких-то бычьих настроений и существенного там движения какого-то лангового это все то же самое может закончиться аналогичным образом единственное что здесь наверное возможно поверхностно да скажем так оценить какие-то такие существенные глобар глобальники фундаментальные факторы то есть что это вообще за проект с чем уедят и за счет чего они планируют зарабатывать средства там сетевые монетки это одна история там монкой на это другая история там фундаментальные какие-то активы за которыми стоит кита там крупные проекты третья история там то полки сейчас всевозможные да это четвертая история и вот не нужно скажем так все яйца в одну корзину да просто потому что показалось что перспективная есть история монетка то есть все нужно оценивать именно с холодной головой но сначала во главе стала стоит техника если график вам показывает что на каком свежем инструменте на свежей монетки формируется там ланговая либо шартовая какая-то ситуация приоритет конечно это ланги если да рынок позволяет и вот если лангово то уже оцениваем такие вот фундаментальные моменты поверхностные просто чтобы понимать с чем мы имеем дело что стоит за монеткой принципе все проверяйте монетки на истории до свежей листинге если история есть оцените что вообще происходит с инструментом если история есть и монетку укатывают это просто попытка подбросы подбросить до цену привлечь новых участников к торгам то вероятнее всего будет продолжено нисходящее движение да то есть мы после подброса будем смотреть шартовые точки входа если монетка там аналог первое что да вот бросилась сегодня в глаза на отборе там docs свежий проект был да там привлечение людей в телеграме было там приложение ла-ла-ла залистили дальше если здесь начнет формироваться что-то лангового тогда можно будет почитать более подробно да за счет чего вообще проект будет существовать помимо привлечения новых участников да то есть какие-то должны были такие вот моменты которые будут обеспечивать жизнеспособность проекта и лишь затем можно будет там предположить какие-то широкие движения они только с точки зрения спекуляции там забрать 5-10 процентов условного движения в принципе все всем удачи используйте стоп лосс обязательно вне зависимости от руки инструменты торгуете пока пока